привет дорогие мои вы на канале герман черногория чем мы сегодня снимаем мы сегодня снимаем фиг его знать что мы снимаем сегодня мы снимаем гуляшки гуляшки социально закрытые социально закрытые гуляшки вот поехали короче я еду наверное в одно из самых красивых романтичных мест города герцкнове вот она хорватия так близко что можно почти потрогать руками но так далеко что не попасть туда хорватия не попасть к тебе я еду на иленицу или 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 нукиту или церковь святого ильи но дорога говно я кстати надеюсь что я тут не застрянуло до карантина иначе это будет вообще эпик файл вот если я пробью сейчас колесо вообще да я нашел нашел герман время и место когда ехать покорять горные вершины я надеюсь что все будет хорошо так вот это очень красивое место я вам если вы приехали в черногорию ребят если вы турист если вы иммигрант это одно из маст хэв мест которое нужно посетить дорога конечно огонь дорога огонь но видно что ее расширяют судя по всему то есть ребята хотят сделать дорогу пошире поэтому ломают он у нас впереди строительная техника значит они делают ее может быть даже прямо сейчас то есть когда это все закончится здесь лучше шикарный автобан но не будет но это не точно у меня кстати знакомый это тот самый знаменитый герой персонаж чувак которого чуть бабушка черногорская не пристрелила может и пристрелила мы этого не знаем в компании что он ее там что-то нагрубил ей и она потом пришел в магазин и я был свидетелем как она ругалась и говорила что типа управы на него нету надо ему его это взять пештоль и все дела так вот вот на этой дороге он сорвался с обрыва и улетел и улетел и по моему твоих двоих троих человек похоронил вот а он остался ну-ка давай-ка смотрите какая гора красивая главное чтобы чтобы не наехать ни на чем вот так ну что ставим ставки чет дорога вообще реально плохая я вот прям боюсь за свои колеса но я кстати я свежую резину купил меня сейчас вся резина по моему насколько я помню вся резина зимняя зимняя резина как вы знаете она по тверже и я так думаю что все-таки она выдержит эти все камешки я очень надеюсь потому что реально не хочется мне опоздать на карантин ведь какие красоты у нас красоты специально называется экскурсия с германом показываю вам горы море и вот все такое красиво вот счет почему-то окна побили кому-то я не знаю почему случайно искали все я кстати тут землю хотим купить но она здесь была не строительная сейчас она может быть здесь строительном этом это называется хрен вот сейчас кстати поправьте меня кто наши местные то навляне навляне как называется район ну не горня не вице жара я забыл вот вот что значит не быть риэлтором много-много лет я уже все забыл это жвини это же я вспомнил это жвини называется вот склероз блин реально я отсюда хрен выберусь что это вот за оранжевые человечки скажите мне вернее желтые вернее светло-зеленые тут такие поля луга прям оливковые рощи так душевно дорогу вот сюда сделают и вот кстати сейчас самое время покупать землю ха-ха если у вас в кризис есть свободные деньги чтобы купить землю потому что сейчас пробивают свежую дорогу этот район будет гораздо круче вид здесь шикарные экология здесь шикарная а вот сообращая на и движение здесь ужасно никакой ребятки я этот мажор да этот лентяй мажор я вместо того чтобы пешком как как трушные ребята ходить сюда я сюда еду на машине но не факт кстати что я смогу до конца доехать на машине надеюсь что я машину не поломаю до конца этой поездки вот кстати вот как у нас влияет карантин да то есть страх что я не успею вернуться на поехать раньше на пара пара пам вот это короче знаменитая кафана тар тар чего-то там вот так он видите тут короче чувак он есть четник и почетник он почетник да он сербский почетник или четник вот короче чувак он реально вот этот просербский вот очень продуманный чел и как там про 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 чего-то там чел он в тюрьме сидел говорят за то что он там что-то куда-то гранату в кого-то кинул что лечо и у него здесь ресторан у него он на частном обслуживании то есть на таком приватным обслуживание не частным приватном а это одно и тоже на анда герман сложите то есть ему назови заранее заказывать это не знаю как взять его контек Danke контекстные данные контактные данные а вот это вот базовая станция ребят вот справа это вот базовая станция который с которой как раз я вам стрим и веду отсюда короче мой интернет для ем этого передается и ваймакс отсюда передается и теленор идтиком все отсюда все что беспроводное передается с этой башни колесики держитесь пока вроде ничего что дорога совсем с того и вот тут у нас развивочка кстати я вон туда никогда не ездил прямо вот если хотите чтобы я съездил прямо то ставьте дофига лайкосов пишите комментариев вот и тогда я вернусь сюда и поеду прямо а мы едем ребятки мы наверх наверх как я быстро доехал до или накид и кита кстати это вот можете меня поправить кита это член вот то есть или накида этой или член кстати сушки пока дорога очень даже ничего мы посмотрим посмотрим я очень я очень хочу добраться до самого верха потому что там красота там просто бонус смотрите ролик до конца ребята там вишенка на торте должна быть или не быть ну пока кстати дорога хоть и говно но не трэш вот сказал герман и заехал и доехал до трэша сейчас этот один знаменитый бегун он то здесь сказал вам не герман ну что что ты будь спортсменом всем бег выскочи беги а я что а я всем автомобилист вот всем топлива всем бензин так я почти приехал я супер мега босс босс все ребята мы почти приехали главное назад вернуться главное назад вернуться мы добрались попробуем скорректировать картиночку сделать вот смотрите какая так ну что дорогие мои мы приехали мы приехали наверх на гору герман гуляет по горам в общем короче смотрите это у нас герцог нови залив бока каторский и лужтица оленский массив мусор ведь и не вывозят мусор почему то есть бегуны все бегают воду оставляют а мусор не вывозят стал иван есть вот вот в этом месте много много лет назад когда я еще был молодой и худой мы здесь праздновали пикники устраивали вернее а вот в этом месте вот в этом месте это вот сейчас этот прям для первого канала запись 1914 году да нет нет подожди нет 1806 году здесь в общем я сейчас короче все наврал если чё редактор ставит короче здесь вот это кстати это тропки тропки беговые здесь короче в тех годах российская армия российской империи армия дала люлей французской армии и вот как раз вот на этом месте очень много полегло французских офицеров и вот они здесь где-то все захоронены в общем короче тут французское посольство они здесь давали деньги на облагораживание на улучшение дороги и на все вот это вот вот это вот это вот вот эту просто он там видите уголек вон костер вот это сейчас катя все запрещено здесь нельзя костры сжечь но я не буду а сейчас я вам буду показывать красоту в тот момент когда когда вы сидите в заточении в черногорской на горской реальности вот и скучаете по любимой хорватии граждане украины без визы и вам это теперь уже не поможет так же как граждане россии такие как я с хорватской визой скучают по ней вот она хорватия так близко что можно почти потрогать руками но так далеко что не попасть туда хорватия не попасть к тебе не поесть макдональдс не купить вкусняшек не купить нашему главному редактору h&m и другие вкусняшки вот рыбки не купить вкусный влить для огурчиков салатных не купить в общем вот такая вот она боль и страдания более сердце панель не сам толику болестан в смысла нет работа молим бога да да будем здрав и хорватско толику близу и толику далеко мы можем уда прочим и граница на шутка вот так себе да я не настолько больной чтобы заходить вот иногда первую выдаю просто это особенность с этим моего чувства юмора и моего не знаю чего больной головы что я периодически просто первое на ровном месте я не столько больной чтобы заходить церкви вот ну вот смотрите короче какая красота хотел я посидеть по философствовать на так сказать на берегу на берегу хорватской земли хорватского залива хорватского моря я вам поснимал и надеюсь вам понравилось но время время она же она же не терпит она же не терпит поэтому нам надо ехать потому что впереди у нас комендантский час то есть если раньше съемки нас ограничивали тем что света не будет света не будет то теперь у нас надо успеть домой а иначе то то будет я не знаю как у вас вот напишите мне в комментариях у меня всегда путь туда он всегда короче чем путь домой потому что когда ты куда-то едешь ты такой там будет что-то интересное ляля когда домой ту женщина так ну ладно я уже все посмотрел типа но это все так психологи по он даже заметили давайте лайкосик поставим чтобы у меня все было хорошо чтобы я колеса себе не проколол потому что иначе не успею вот следующий следующий ролик надо шок-контент герман не успевает домой и и за ним бежит коммунальная полиция я такой подбегаю уже закрывает дверь и такой 19 00 и комначит открой открой нет 1900 все нормально я успел вот я надеюсь что среди до этого не дойдет и я все-таки пораньше дома вернусь до 19 00 не а вот ребят я серьезно вам очень рекомендую побывать в этом месте тут очень красиво когда разрешат жарить шашлыки я вам очень рекомендую съездить вы видели там есть место под шашлыки там даже по моему растопка и уголь даже есть но и это мало поэтому конечно берите свою там не надо не стоит рассчитывать на то что будет здесь можно кстати какую-нибудь газовую горелку взять и из китая заказать есть такие mini мангалы которые на газовую горелку надевается и прям можно вообще без дров без ничего на газу на газовой горелке туристической себя пожарить шашлычки какие-нибудь можно на палочке взять магазин даже таким продаются воли по моему рожничи они называются свинские на палочки нам сразу продаются ну кстати ам хочу сказать я не знают или потому что зима была не очень влажные ну не очень дожди вы вернее то ли потому что недавно походу недавно грейдер прошелся но ребят дорога прям бомба прям бомба я ли реально на лексусе доехал до до церкви святого или накид или илиница потому что вот так я себя помню когда я приехал черногорию даже двенадцатом году туда доехать это прям нужен был блин ну него какая-нибудь или джип а тут я прям вообще без всякого геморроя сейчас мне все скажут наши старожилы герман зачем ты палишь наши наши нычки наши любимые места сейчас вот все посмотрят 1000 человек обидно кстати что у меня средний просмотр ну где-то тысяча полторы ну где хотелось бы конечно 1015 вот при том что 5000 на канале ребятки давайте активнее смотрите ролики вот я стараюсь про недвигу вышел ролик прям вообще бомба я прям в полном восторге редактору респект прям с картиночками мы еще тут на эту тему на придумывали еще кучу идей я буду еще снимать обзоры и будет наверно круто вот у меня у меня круто получается обозревать но насколько я знаю вы можете написать в комментариях нравится ли вам как я что-то обозреваю это кстати в ютубе это одна один самых популярных жанров когда ты смотришь чей-то контент и типа его обсираешь но я его не обсираю я те квартиры не обсирал я просто свое им хо так сказать my opinion высказывал вот тяжелый конечно был но при я додумаю что недавно грейдер прошел ребята да тут все еще посажи не сажив пыли в этой в каменной походу недавно грейдер прошел поэтому вот реально даже такому не внедорожному чуваку как я очень даже можно проехать вот даже чтобы не сглазить кстати у черногорцев считается что вот эту тату это вот вообще мега себя селячка тема что это прям что ты прям колхоз колхоз это совсем типа баб бабушкины такие поверья и типа молодец вот таким он герман смотри какая красота это мои запасы жене ленка это было не пиво это были энергетики вот это был ящик энергетики пиво я пью в стекле как ты мог обо мне такой подумать что я в жести пью пиво красиво красиво горы море красота пока едем пока едем колеса вроде на месте смотрите какая красота лепут лепута 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 красивый он как-то это пирамидальный тополя кто это пихты и вы что это что это красивые деревца деревца высокие длинные красивые все мы вернулись все те кто ставил ставки на то что я не доеду 70-80 процентов что вы уже проиграли он а ребенок он в батуте прыгать молодец хорошие родители у него родственники бабушки дедушки дали ему сделал ему батут и он теперь может соци социоизолироваться на батуте это вот но новое веяние в моде он ведь я тут эти львы львы видите бетонные львы вот дома нет вы есть культурный парень респект культурному парню ну что мы пока едем мы пока этим даже колеса не отвалились у нас какие красоты красоты вот сейчас и тот самый момент когда в кадре должен быть не я вот а вот эти все как же красиво то у нас здесь черногории как даже не туристическая организация будет хотя бы вот мне кстати мне денег не надо вот мне бы технику давали бы ну смысле не на пользование по постоянному новую гопроуку там или батареи батареи для коптера вот например вот у меня у меня нет у меня всего одна батарея для коптера ведь а она садится собака быстро вот я кстати когда на улицу ездил вот мне не хватило то есть лучше цубэй уже не поснимать ну хотя там запретили но у меня еще было мне еще было процентов 15 я мог учет поснимать но запретили вот в итоге что получили получили негативную критику а магазин вот если вы смотрели море продуктов получил позитивную критику а вот и позитивная критика вообще поэтому ребята мы живем в век высоких технологий век открытой информации свободы слова да вот это в кавычки сейчас ставьте кстати вот видите вот это полоса разрезанная в дороге это судя по всему теле телекоммуникации возможно кто-то из операторов провожил кабель наверх вот прям видно его вот такой есть все закрыла это долбаная штука через граффити волем ты волем ты майка те волем ты майку в общем коммуникации наживе не уже есть интернет воды там только нету по моему вот воды там нет может ну воду вряд ли вот по этой маленькой канавки воду туда доставили буду можно собирать все-таки там это поставить с крыши и там потом обратный осмос сделать фильтрацию ведь какая красота как красиво ребята залив морюшко хорошо я кстати вон видите вдалеке вот это не видится как раз сорян весь я вот между верхней магистралью и низом где-то ровно посередине чуть не купил дом дом был очень красивый очень прикольный но без паркинга я автомобилист 80 уровня ребят я только на авто только на авто поэтому для меня парковка это святое слабо кстати пяточки у меня прошли я наверно уже могу считать себя совершенно полноценным представителем общества надо начинать бегать надеюсь вам понравился этот ролик спасибо большое что смотрит меня мы не нарушаем закон мы сидим дома мы социально изолируемся я только в машине только машине никому не подхожу руками не с кем не здороваюсь только издалека такой чао-чао и все и ухожу и короче если вы еще ни разу не донатили мне время пришло доната я поломал селфи-палку вот она видно пластик оказался просто гул прошло я софи-палка растоит как крыло от боинга на как букву гул прохи это китайская но у меня была одна и она лопнула так что ребят заданайте пожалуйста герману чеканной монетой на яндекс вот или на стрим придите закиньте мне в чатик яндекс донаты под каждым роликом внизу потому что время кризисная става а селфи-палки нужны спасибо что посмотреть ролик комментарии лайкосики подписочки все туда и ваше мнение вам понравилось мне понравилось увидимся